Мы находимся в городе Калинкачо, Гомельская область. Здесь прошло все мое детство и юность. Здесь я начинал свои первые шаги баскетбольной карьеры. В городе Калинкачо есть такие заводы, которые производят сыр, мясо, молоко и помогают горожанам жить в комфорте. Одно из красивейших мест города является собор. Это честь иконы Божьей Матери. В Калинкачо есть значимое для меня место. Это детская и юношеская спортивная школа номер один. Здесь я начинал свой спортивный путь под руководством андратчика Олега Петровича. Был урок физкультуры. Олег Петрович пришел, позвал, говорит, будем ездить много на соревнования, приходите. Я пришел, и мне понравилось, начал все получаться. И мы так работали, работали. Поехали на первое соревнование и выиграли первое место. И дали нам медальки. И это меня еще больше замотивировало. И все, и вот так вот до сих пор работаем. Я еще перебиваю к Кириллу. Был один момент. Помнишь, летом у нас лагерь был? В Светлогорске были на сборах Санкт-Петербург. Школа хорошая баскетбольная, как раз нашего года. И мне позвонили, попросили приедать, сыграй матчевую встречу. И когда приехал Кирилл, и один этот просто Санкт-Петербург разобрал на запчасти, тренер не поверил. Записал его фамилию, имя, отчество, год рождения. Я проверю, как он вводил. То есть было, ну уже в то время, там лет, ну сколько, лет 13, наверное, было где-то так. Еще только начинал. Но уже тогда он выделялся, конечно. Было видно, что человеку дано играть. Дети боялись иногда даже. Но он такой, ну то, что сказать, агрессивный. Настырный был бы. Если он шел в атаку, это все. Он снесет все на своем пути. Поэтому дети немножко иногда и пугались этого. Но я знал, что это хорошо. Это потом в итоге скажется полезно. Ну, бывало, что, ну не ругались, но так находили точки соприкосновения. Уходил он, кричал, дверь убил. Больше не приду, но на завтра приходил. Что хотел спросить, Кирилл, когда мы начинали, мы начинали с тобой в маленьком зале в седьмой школе. Я там вас набрал. Мы тренировались долго там, а потом ты пришел в этот зал. Ты помнишь этот момент? Да, помню. Начинали в седьмой школе, там маленький зал, в которой в школе я учился. Потом пришли в этот зал и работали, работали и побеждали. Да, в этом зале мы практически очень мало кому проигрывали. Да, все области. Да, все области, республики у нас здорово здесь шли. Турниры хорошие были, есть что вспомнить. Когда каникулы, выходные, стараюсь все время заходить, потренироваться, с тренером пообщаться, увидеться со всеми. Я бы выделил целеустремленность и трудоспособность. Он в самом начале своей карьеры, пускай на этих качествах, он продолжает двигаться дальше. Целеустремленность, настойчивость, ответственность, ну и, как сказать, коммуникабельность. Он, в принципе, со всеми ребятами всегда был без каких-то склок, будем так говорить. Трудно сказать, вы понимаете, те дети, которых я набирал в 86-м году, первый набор, их дети уже у меня школу позаканчивали. Конечно, дети уже, те дети, эти, следующие, они все разные. Ну, стараюсь придерживаться общих педагогических и человеческих норм. Порядочность, учеба, отношения, ну, остальное уже, как у них там в жизни. Ну, по крайней мере, скажу так, те, кто у меня занимался, это уже, ну, больше там, под тысячу человек за это время. Всегда приходят, всегда здороваются. Значит, что-то мы в них залаживаем достойное, я так думаю. Зная его потенциал, я буду рад, чтобы он добился самых высоких. Потенциал у него огромный. Если все у него получится, ну, чтобы по большому счету еще 18 лет, еще 19 не стукнул. У меня в команде был самый маленький, ну, не самый маленький, самый младший. 15 августа, день рождения, фактически там такой вот. Поэтому буду очень рад, чтобы он достал больших успехов во всем. Где он будет играть, как у него будет получаться. Удачи ему! Субтитры создавал DimaTorzok